Ну, меня, возможно, слышно? Вы у нас люди не особо традиционные ориентации, потому что поэтому вот сетап. Сейчас мы нальем для начала вот ультимативного флюса. Который спрятан далеко на полке. Вот он, ультимативный вариант. Ой, он чуть липкий, ну ладно. Кажется, он немножко пролился, вот. Вы можете хорошо видеть, извините, у меня освещение тут немножко хуёвое, не студийное, ну вот. Ортофосфорная кислота, 85%. Вот, мы чуть-чуть налили. Далее, что у нас вместо паяльника? Отключаем телефон. Отключаем планшет от зарядки, потому что у нас 65 Вт, можно дать только на один порт. И подключаем. Собственно, паяльник, обычный пинцевый В2. Ничего необычного. Вот он у нас светится, работает. 19 Вольт, ну, 20. Вот. Давайте мы проверим, что он у нас правильно всё читает. Немножко отдаляемся. Опять же, у меня свет немножко всратый, потому что у меня нет подставки для камеры. Вместо мультиметра у нас вот эти вот токовые клещи. Мы вставляем термопару. Включаем режим термопары. На паяльнике установка 300 градусов. Мы запускаем нагрев. Нагрев пошёл. Вот, мы разогрелись до 300 градусов. Тыкаемся и ждём. Ну, тут как бы типовой контакт как получится, поэтому, да, температура будет замерена чуть пониже. Но это нормально. Если он покажет где-нибудь там 280-290, то значит всё хорошо. Так, сейчас надо как-то типовой контакт сделать нормальным. Желательно его, конечно, для этого завернуть в какую-то хуйню. Или, может, вообще... Или, может, нам нужно немножко припоя нажали. Давайте-ка вот. Во, видите, у нас как бы с припоем сразу типовой контакт... Сука, получше стал. Ну вот, вы видите, что у нас там показывает 280... 270... О, 290. Ну, в общем, вы видите, что у нас хорошо греется, и паяльник не пизди. Как вы... Тут кто-то мог подумать. Выключаем паяльник, ставим обратно. Ладно, пропаяли термопару. Хуй с ней. Мы берём ебучую ортофосфорную кислоту и смачиваем аккуратненько вот так вот с двух сторон вот эти вот пины, чтобы он, ну, наверняка хорошо паялся. Ну вот, это лучшее решение. Лучше уметь только азотная кислота, но я думаю... Ну, это слишком увертил в нашем случае. Берём паяльник, пригреваем его до тех же, блядь, 300 градусов. Вот. Вот, 300 градусов. Берём вот этот вот китайский припой и начинаем... Сука. Свет загараживается. Вот так вот паять вроде нормально вам видно. Куда ты там затекаешь-то, блядь? Раз. Два. Землю мы сейчас подержим подольше. Прям вот я секунд десять подержу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ну, вроде нормально, вроде она прогрелась. Чуть-чуть ещё. И В-ин. Есть у нас тоже маленькое тепловое сопротивление на этом пине. Ну, вот мы его так вот, значит, засовываем. Причём, видите, пока он... Блядь, с землёй переборщили. Пока он жидкий, он блестит. Сука, соплю повесили из-за вас. Ну, ладно, хуй с ним. Небольшая проблема. Видите? Жидкий прибой. Он отлично. Он блестит. С этим проблем нету. Ну, как только мы его оставляем, чтобы он у нас застывал... То всё хуй там. Хуй. Блядь, нужно сейчас... Нужна эта для удаления оплётка. Теперь мы берём вторую плату. Вот эту откладываем. Оплётку тоже откладываем. Берём вторую. Берём четыре вот этих. Жало мы вроде... Блядь, у меня жало всё от этого грязное. Надо его сейчас чём-то почистить. Ну, и ванизм, конечно. Наверное, его надо оплётку потереть. Вот. Берём второй припой. Здесь вы можете видеть, что это у нас... Ой. Каина, CF10. По составу это тот же самый POS-61. Я не помню пропорция. То ли 60-40, то ли наоборот. В общем, он у нас с флюсом, с добавлением флюса. Поэтому нам флюс сюда вообще не надо добавлять, по идее. И вот паяльник нагреть до тех же 300 градусов. Мы начинаем паять. Так, чтобы не мешалось. В абсолютно том же порядке. Землю подольше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Ну вот, нормально прогрелось И вот, шок Оно остывает И вы можете видеть, что оно блестящее Никаких проблем с этим нету И вот, что вы мне рассказываете Что у нас флюсы Что у нас все припои одинаковые Что у меня плохой флюс Так мы паяли чистой ортофосфорной кислотой Это самый активный флюс, который есть у меня дома